Девушки отдыхают 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 детскому фонду? Нет. Как вообще этот процесс происходил? Нет, 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 все не так. Детский фонд парк забрал под свое крыло. Нет, детский фонд, и родители детей, и общественность озабочена. В каком же состоянии парк, называем такое красивое имя Аполло, и как бы должен быть настоящим для детей культурным образовательным центром, и превращен, вы извините, трудно даже сказать во что. Мы говорим с вами в то время, когда вот уже два года идет десятилетие детства. Так давайте мы по существу будем притворять это десятилетие детства. Давайте оставлять след вот в жизни города и в жизни наших детей. Я помню, вот Дмитрий Михайлович сказал, как он помнит парк, во что был, и чем был этот парк. Я помню, когда со своей дочерью гуляли, наслаждались красотой этого парка, и так каждое поколение. Так вот, давайте сегодня-то не превращаем его, извините, в отхожее место, а настоящим делать парком. И вы знаете, какие возможности у этого парка, если приложить к нему руки, и если парк обретет настоящего хозяина. Вот все же давайте к хозяину-то. Парк в итоге был как-то передан на баланс детскому фонду? Нет, нет, я расскажу. Парк, как и всегда, остается в собственности муниципального образования города Керус. То есть это городской? Да, городской, да. Сейчас его передали в территориальное управление Первомайского района, так как это их территория, и они как бы за эту территорию отвечают. То он как бы как был, как и остается, он остается, можно сказать, государственным или городским. И, конечно, мы бы хотели, чтобы именно парк, который мы сегодня обсуждаем, все-таки стал не каким-то заброшенным местом, как у нас большинство таких культурных точек, где можно гулять с детьми, а на самом деле сегодня практически негде гулять с детьми. А именно как раз вот в этой ситуации, когда это все происходило, мы решили, что детский фонд, он может какой-то оказать небольшую поддержку именно в виде, допустим, какой-то шефской помощи. Да, да, да. Потому что... То есть о финансовых влияниях речи, понятно, не идет. Ну, а как? Нет, нет, ну... Я понимаю просто, что у детского фонда есть выстроенные отношения с бизнесменами, мы доверяем детскому фонду, да, и понятно, что гораздо проще... Я могу, кстати, это рассказать, как мы столкнулись с тем, как сегодня бизнес отвечает на то, чтобы помочь что-то сделать, и реакция совершенно противоположная. Потому что я вам скажу, что многие предприниматели, к которым я обращался, и к которым мы обсуждали эту тему вообще развития города, они, ну, довольно-таки, на самом деле, очень правильно говорят, а слушайте, а почему мы должны платить налоги и за город выполнять еще дополнительные функции там, да? Значит, и многие говорят, что нет, мы платим налоги, и, в общем-то... И это достаточно. Это достаточно, да. А город не выполняет свои условия, потому что в том, что сегодня мы видим, как содержатся наши скверы и парки, ну, это, на самом деле, очень стыдно за наш город, потому что, вроде бы, в 21 веке наши все парки и скверы выглядят хуже, чем это было в нашем детстве, там, да? Так же не может быть, потому что уже прошло очень много времени, да? Все движется вперед, уже скоро машины будут ездить без водителей, а у нас до сих пор в парке Аполло нет туалета, да? Вот интересный вопрос, да? И парка фактически нет. То, что оттуда ушел ККС, ну, на самом деле, они видимость, на самом деле, создавали, что, будто бы они его содержат, они, вот, как очень часто в последнее время, везде создается видимость работы, а на самом деле они, ну, вот... Пиар-проекты, да? Пиар-проект, да, вот как вот сейчас я смотрю, как брусчатку по городу или асфальт кладут, мне тоже кажется, что его кладут не из-за того, что город этот любят и хотят красиво сделать. Не, ну, я справедливости ради, конечно, замечу, что площадка-то вот эта детская для детей с ограниченными возможностями в том числе все-таки появилась в парке, а полоосвещение, насколько я помню, там, да, было какое-то дело. Мы понимаем, что подопущенная территория, да. В том формате, который мы бы сегодня кировщане хотели видеть, и он, конечно, не соответствует современности. Это правда. У нас люди уже ездили там, даже в город Москву, в Казань, в Ашкарло, мы видим, какие, я уж не говорю о европейских городах, что в данном случае, кто видит, они, конечно, очень сильно сравнивают, и мы реально очень сильно отстаем от наших соседей. Это очень неприятная история, потому что я всегда говорил, что Киров имеет громаднейший потенциал по сравнению с другими соседями, и всегда имел его на советское время. Ну, смотрите, правильно ли я понимаю, что с парком поло, и мы хотим работать не с точки зрения, там, Кочеровского парка, да, скамейки, урны и пешеходные дорожки, а то есть с точки зрения каких-то городских практик, которые сейчас применяются там в других городах, а практически не применяются в Кирове. То есть действительно необходимо организовать пространство, куда люди будут приходить, не просто походить кругами с коляской, а чтобы люди там задерживались, проводили какое-то время, не только дети на детских площадках, но и те же самые подростки, в конце концов. Ну, это стратегия такая, она должна быть во всем, и, конечно, мы бы хотели видеть через три года, после того, как все-таки городская администрация, а, сегодня же у нас большой праздник, у нас сегодня выбрали все-таки главу администрации, там, четвертого раза, ура, да, он по всем показателям там круглый пятерочник, то я надеюсь, что он очень... Дмитрий Осипов. Да, обратите внимание... Схемкомбината. Почему он схемкомбинат? Это автодор? Нет, нет, ну, давайте... Ладно, извините. Да, мы говорим о том, что все-таки пришло время... Появился человек, которому можно задавать вопросы, как минимум. И не просто можно, а нужно задавать вопросы, потому что город все-таки у нас потихоньку, к сожалению, пока превращается в большую деревню. Да, Валентина Павловна, тоже хотели вы, Наташа, на вопрос что-то ответить, да, вот по поводу там комплексного развития, не только для мам с колясками, да? Даже то, что вот мы когда приступили, это в феврале, в марте пошли в этот парк и увидели, я уже вам сказала, это, ну, просто безобразие. И то, что уже вот сегодня, вот помощь вот этой рабочей группы, по сути дела, рабочей группой, привлекающей и других неравнодушных людей, понимаете, сегодня уже хоть расчищен парк, и, конечно, администрация Первомаевского района подключилась, она не отказалась, расчищены от засушливых деревьев, прибрана территория в какой-то степени, да? Это уже радует, уже радует, что, значит, подвижка в этом плане есть. И вот мои наблюдения, посещая этот парк, я уже вижу, там много людей каждый день, каждый день разного возраста. Иду очередной раз, встречаю, он пенсионер, но он заинтересован в том, чтобы парк работал. Он уже свои варианты, он уже свои макеты предлагает. Ведь точно так же предлагают и дети, тренажеры, которые не пустуют, вот придёте, не пустуют. Это детская площадка, где для самых маленьких тоже самое. Мамочки гуляют с колясками, но, понимаете, надо доводить до ума. И вот эти павильоны, которые вот у нас там, павильоны стоят, строения, они же в безобразном состоянии. Но это старые вот эти дощатые домики. Конечно. Вот надо провести ревизию. Это и должна сделать Первомайская администрация. Ревизию. И они не должны здесь существовать, потому что или мы их должны реконструировать, чтобы приобрели соответствующий вид, или ещё что-то. И этот парк, ведь правильно вы говорите, не только для вот так прогулок. Прошёл, прогулялся и ушёл. Нет, он должен стать и образовательным. Но в советское это время во всех этих павильонах что-то было. Где-то работал там шахматный кружок, где-то там, я не помню, вот Дмитрий Михайлович, наверное... Было это всё. Как молодой человек, наверное, больше помнит. Там, наверное, какие-то лодочки какие-нибудь строили, ещё что-нибудь делали. То есть это было всё, да? Рукоделились, изделия своими руками делали, и работали с ними методисты. Так, подождите, никто даже не говорил, что большую часть года у нас зима? Никто не говорил. Так там и зимой, я так понимаю, что были какие-то занятия. Очень попросим ещё, Валентина Павловна мне буквально недели две назад рассказывала вообще план и проект этого парка, который ещё был осуществлён в 80-е годы. То есть он есть? Нет, он был, и сейчас уже его нет, потому что в данном случае там уже всё застроено. Но вообще, когда Валентина Павловна ещё работала в советское время, она рассказала, что по плану, который в каком году подписал Богатин? Это был 86-й год. 86-й год. Он входил как раз вот это, при Бакатине разрабатывали полностью вот эту улицу Володарского, улица Герцена. Это сейчас я застрою. Ну вот этот квартал. Да, целый квартал. И парк уходил как раз в овраг засора, и там должны были располагаться уже остальные... Воснецовские там дома входили, родственников всех. Это всё было... Ничего себе! Это всё такой вот прям территорий должно было быть. Да, в советское время был глобальнейший был проект, который вообще на самом деле, если бы удалось его осуществить, конечно, это была бы совершенно другая история. Ну ладно, понятно, давайте уже там сейчас не будем... Сейчас уже всё застроено. Мы должны говорить о том, что мы не должны скатываться в худшую ситуацию из лучшей там. Мы должны вперёд двигаться, и мы должны развиваться, и в данном случае в городе мы сегодня реально видим, что не хватает этих мест. Да, но расширить территорию парка сейчас, к сожалению, уже невозможно. Да, они об этом говорят. И мы будем работать с тем, что есть, вот та рабочая группа, которую вы упомянули, кто в неё входит, как она вообще собиралась. Как вы, Руслан, сторонник, набираете? Доброе утро, да? Я слегка так заснул. Но я хочу вам так сказать, когда Валентина Павловна вот такую инициативу нашу поддержала, для меня была, во-первых, большая честь стать под крыло, так сказать, вот этого уважаемого человека и организации. Потом с Дмитрием Михайловичем мы очень немало проектов вместе сделали. И если вы помните, 10 лет назад я возглавлял государственное учреждение культуры, которое называлось Аполло. И то, что вы говорите сегодня о контекстном развитии территории, это тогда было очень модное слово «кластер». И все составляющие для этого кластера есть. Представьте себе немножко визуально этот квартал. Это театр кукол, палеонтологический музей. Это дом Витберга. Это историческое здание главпочтамта. Это прогулочная зона, которую перегородили на Володарского, наш вятский манмартр, можно так сказать. И вы знаете, дело в том, что в своё время и коммерсанты, и бизнес отозвался, значит, вот на этой территории, застраивая какие-то свои проекты, они пошли на контекстное решение этого вопроса. Поэтому там ресторан не всё-таки не японский, наверное, а всё-таки Воснецов, он тоже вписывался во всю эту концепцию. Но нашим планам не суждено было сбыться. И вот после того, как три зимы, так сказать, мой проект там существует, Вятский Дед Мороз, я действительно понял, что этим парком занимались, вот знаете, как у нас есть вятский такой промысел, лоскутное одеяло. А, ну понятно, по кусочкам. По кусочкам. Кусочек здесь, кусочек там. И ещё очень большевистская такая традиция, знаете, когда увидят где-то бесхозный участок земли, сразу почему-то думают, вот знаете, кафедральную площадь увидели большевики, давайте туда поставим стадион Динамо, понимаете, да? Вот, внизу парка Аполло, так сказать, была великолепная лужайка. Представляете, в центре города вот такой променадный парк. Он в четырёх ландшафтных уровнях, уникальный. Это такой... Вот я тоже хотела сказать про рельеф, да? Да, вы понимаете, там даже сложившаяся своя экосистема. Я понимаю, что глупо, наверное, говорить об экосистеме, но там тыченки, травинки, грунт, это всё существовало там органично десятилетиями, понимаете? Но никому не приходит в голову застроить Централ парк в Нью-Йорке, например, да? В конце концов, на этой лужайке можно было просто отдыхать, загорать и так далее. Там сделали спортивную площадку. Но сделали, сделали бог с ним, потому что увидели, что место пустует, нехорошо. Но сделали эту площадку, и теперь Дмитрий Михайлович знает, что мы не знаем, как эту площадку сегодня починить. Её всё раздолбали, дети, два не прошло и года, и вся площадка превратилась в очень неприглядный объект. С этим тоже нужно что-то делать. Кроме всего прочего, когда ставили детскую площадку, выняли очень много грунта и обрезали корни деревьев там, нанесли экосистеме ущерб. Вот вы говорили о очень прекрасной, совершенно инклюзивной площадке для детей, да? Но ведь она тоже, в общем-то, не по месту, по сути своей, была построена. Но она на входе прямо в парк сделана. Ну, она на дороге, на входе, вот где поближе и так далее, и так далее, понимаете? Чтобы дальше в луг не ходить. Безусловно, будучи справедливыми людьми, конечно, времена ККС, даже мы, если берём природу их деятельности, а вообще у нас вся природа меценатской и доброй деятельности в Кирове, если вы вспомните, значит, всех, кто делает что-то в этом городе глобальное, великих наших современных меценатов, так сказать, да, добродетелей, мы, предусловно, все понимаем, что там природа не альтруистическая. К сожалению. Но нам без разницы, товарищи. Мы не можем заесть человека в сердце. Вот мне лично, да, мне лично без разницы. Главное, чтобы делали. Да, поэтому справедливости ради надо сказать, что во время бытности ККС действительно сделана уникальная штука, это заасфальтированы все площадки, там дорожки. Они были в отвратительном состоянии, ужасно, ужасно отвратительные. Но я к чему ещё говорю, что вот у нас, как Потёмкинская деревня, у нас очень любят фасады. Я помню, мы с Пафосом открывали эту площадку, там, спортивную площадку, всё отрезали и забыли. Но мы вам, честно скажу, почему сегодня люди, может быть, и не видят каких-то преобразований видимых, потому что это очень сложно разглядеть, понимаете. А мы делаем такой труд, который вот мне всегда моя супруга говорит. Я вот тружусь дома, а вы не всегда замечаете наш женский труд, да? Чтобы всё было чисто, всё было на своих местах. И мы, знаете, начали просто... И каждый второй день это надо делать за, снова и снова, и снова, и снова. Да, мы вот так вот закатали рукава, и в течение месяца мы оттуда вывозили, знаете, контейнерами мусор. Просто мусор. Мусор, даже строительный. Наводили порядок, наводили ключное хозяйство, подводили все эти вещи. И вчера мне Дмитрий Михайлович опять говорит, прошёлся, и опять увидел разваливающих кирпичей, гражданские развалины, и амфитеатр опять разваливается. Значит, завтра мы соберём моего сына Тимура и его команду, дадим им, значит, тележки, и опять ребята побегут. Разваливающие, это много. Я всё же повторю свой вопрос про рабочую группу, про как вы собирались-то вместе. Как её собирали? Ну, я хочу вам так сказать, пока на сегодняшний день два активиста, это Дмитрий Михайлович и я, но нам помогают люди, которых, если перечитать, порядка 20 человек минимум. То есть это кто вообще? Это городские активисты, это бизнес? Это кировчане, которые любят свой город, и иногда в основную часть времени они занимаются бизнесом, и так как они у нас не олигархи, а просто предприниматели, они какую-то непосильную помощь всегда готовы оставить. Посильную, точнее. Я могу привести вам простой пример. Нам очень важна транспарентность в этой деятельности, потому что, во-первых, нужно освещать её, во-вторых, какие-то советы. Кто-то даёт, хотя у нас страна советов, мы всегда говорим, не надо советов, помогите деньгами. Но иногда на 10 советчиков возникает такой человек, как Павел Рылов, и говорит, ребят, давайте я вам классно делаю эти дела, можно я вам привезу краску? Когда? В понедельник общаемся. В среду в 10. В среду в 10 приезжает человек, открывает багажник, как делает уже Дмитрий Михайлович очень много раз, и привозит краску, и это очень важно. Дмитрий, можно рассказать о том, что на сегодняшний день у нас вся деревяшка, как мы это называем, которая готова покрыть и амфитеатр, и скамейки, уже есть напиленный, это помог сделать тоже друг Дмитрия Михайловича, коллега по бизнесу. Эти люди, я так понимаю, что не очень хотят афишировать, да? А им же не удивятся там губернаторы. Им это не надо, да. Значит, они просто вот сознательно, потому что мы очень многие там ребята, с которыми мы сейчас обсуждаем, оказывается, все играли в этом детском парке. Ну, конечно, все играли, как не играли. С горки с этой катались, конечно. Да, самое большое в городе было. В центральной части это единственный парк там, да. И, конечно, для всех очень важно какой-то маленький вклад туда внести, потому что, как бы, хотим мы обижаться там на городскую власть, там, не хотим, но в данном случае мы понимаем, что с одной стороны, я понимаю предприниматели, которые говорят, слушай, ну, они вообще обнаглели уже там, да, мы платим налоги, они ничего не делают, и мы еще должны помогать. Другие говорят, ну, мы все понимаем, ну, давай поможем, потому что, в принципе, ну, детей жалко. На самом деле детей жалко вот сегодня, да. И сегодня как раз, когда возникла проблема основная с этим коронавирусом, да, фактически город не готов к тому, что сегодня дети никуда не разъехались, они находятся в городе. Потому что ни одной площадки у них не подготовлено. А вот завтра снимут карантин 14-го числа, лагеря не работают, родители работают. И наш парк ополон забьется, дети будут. Да, и везде будут дети. И в данном случае, если бы городская власть об этом думала заранее, стратегически, да, они должны были это предсказать, продумать, и за два месяца подготовить фактически любые парки к тому, чтобы там можно было детям находиться. То есть там, ну, как минимум, должны быть какие-то крытые павильоны, будут быстро возводимы. Я бы хотел прокомментировать слова. Туалет? Знаете, я... Туалет, да. Ведущал. Я позвонил там в одну компанию, уважаемую, значит, светозвуковую в нашем городе. Мы можем эту компанию назвать. Ну, не секрет. Она одна? Она одна, действительно. Они отказались. Просто сказали, что времени нет. Но один человек, который работает в этой компании, я просто комментирую слова Дмитрия Михайловича, он сказал, слушай, это парк моего детства. Я приведу вам и всё сделаю за свой личный счёт. И провёл нам звуковое оборудование на одном условии, чтобы там была непременно песня Ирмы Сохадзе «Оранжевое небо». Вот так вот, да? Я очень милый. Как вам это нравится, ребят? Это очень нравится. И я вам больше скажу. Работая с администрацией города Кирова, я бы хотел в прямом эфире поблагодарить одного замечательного молодого парня. Понимаете? Я сейчас говорю без всякого чинопочитания и так далее. Его зовут Сергей Изотин, Сергей Анатольевич. Так вот, я хочу сказать, он не действует в контексте политики нашего города. Вот он просто на своём месте проникся этой историей, помогает реально, приезжают они в любую погоду, по восемь человек собираются, ребята разбрасывают себе задачи. Точно так же Виктор Ишутинов, Горсвет, который не должен делать многие вещи. Но ему позвонишь, и он говорит, я туда послал. Понимаете, ворота отпали. Я помогу. И в одиннадцать отписывается, ворота заварены, всё в порядке. Понимаете? Вот мы сейчас работаем все на личном энтузиазизме. Помните, как говорили? Да, да. И на личном связи. Да, правильно ли это? Это, безусловно, хорошо и ценно. Но, на мой взгляд, я всё-таки поддержу Дмитрия, конечно, это неправильно, потому что мы компенсируем сегодня отсутствие полной стратегии хозяйского отношения нашей власти. Да. Вот смотрите, да, я перебью, Дмитрий Михайлович, у вас понятно, что такой способ привести парк в порядок, он, да, работает, но ведь его нужно будет дальше содержать и улучшать. Мы же говорим, что он сегодня несовременен, да, то хотелось бы, чтобы, когда вот мы приведём его в порядок, помоем, почистим, на самом деле это небольшие деньги, это просто желание заходить в чистый и красивый парк, значит. То дальше мы хотели бы увидеть, чтобы городская администрация, может быть, в связи с избранием нового главы администрации, изменит отношение вообще к парку и городу и всё-таки за три года, к 650-летию нашего города, предложит стратегию развития этого парка в течение трёх лет. Этого и других, наверное, территорий. Да, и других территорий, да. Потому что мы сегодня говорим о том, что, слушайте, ну мы в 21 веке живём и мы понимаем, что то, что сегодня нам оставило старшее поколение, а это фактически всё, да, то, что сегодня у нас есть. Пенсионный фонд. Ну, пенсионный фонд и, может, ещё какие-нибудь структуры. В данном случае всё, что мы сегодня имеем, школы, больницы, парки, скверы, это всё состояние старшего поколения. В данном случае мы даже фактически сегодня не можем это удержать в том состоянии, в котором нам это всё было передано. Это всё ветшает, это всё ухудшается. И в данном случае мы должны чётко понимать, что ещё 5-10 лет такого отношения, мы уже ничего не собираем. И будут развалены. Да, всё будет развалено. Одни свечки будут. Нас все спрашивают, честно говоря, у нас странный вопрос, на который, Дима, я не могу вообще ответить. Они говорят, а все пытаются найти какой-то прагматизм, да, что вы там, а вам зачем, что вы там, где зарабатывать будете, там, может быть... Что вы там забыли вообще, да, в этом парке? Да, вы понимаете, я вам так хочу сказать, что год назад мы объявили о некоем культурно-общественном движении под названием «Другая вятка», «Другой Киров», ну, давайте назовём это «Другой город». Вот нам хочется, вот в этом парке, в центре, в историческом, сделать нечто такое, что представляет наше, являет наше представление, а вот о современном городе там должно быть, а, красиво, удобно, безопасно и очень эстетично. Да туда просто должно хотеться приходить. А я вам хочу сказать, что, во-первых, уже туда люди ходят. Мы спрашиваем непременно на запрос. Я вас уверяю, там никто не сказал нам, построите Диснейленд, например. Никто не сказал. Люди просят элементарное сегодня, товарищи. У нас, на самом деле, очень скромные люди в Кировчане и терпимые. Ну, смотри, Диснейленд, ладно, нет, но какая-нибудь открытая кафешечка, наверное, пришла. Вот, кстати, насчет кафе. Там ведь там нет кафе, да, сейчас? Товарищи, я могу вам прокомментировать это всё, понимаете? Вот наши представления, скажем так, о том, что там должно быть, они, знаете, такие тоже правильные, но они иллюзорные. Вы встаньте на место вот этого человека, который должен по конкурсу выиграть. А я вообще считаю, что там должно быть какое-то кафе, в котором подростки могут летом работать. Вы послушайте меня, Анна. Вы послушайте процедуру, которая там должна быть. Человек должен выиграть это по конкурсу, должны заявиться какие-то интересанты. Кроме всего прочего, вот есть такая фраза у нас, она немножко цинична, но правильная. При входе любого коммерсанта, даже не на трафиковую площадку, даже на то, что там нет потенциала, обелетят так, что этот будет человек кормить за свой счет людей и не получит никакой прибыли. Просто я хочу, чтобы в нашем разговоре конкретно о парке Аполло прозвучала следующая фраза. Я занимаюсь давно публичным бизнесом, Дмитрий тоже бизнесмен мощный, Валентина Павловна нас поддержит. Там пока на сегодняшний день нет ни одной перспективы, чтобы там чего-то зарабатывать. Мы хотим сделать красивый парк и вдохнуть в него жизнь. Это наша программа минимум. Она рассчитана на несколько, буквально лет, год, два или три. Но опять-таки хочу Дмитрия Михайловича прокомментировать, он абсолютно прав. Вы понимаете, наши стратегии, это понятно, что там не Хонда, не Самсунг, знаете, азиатской компании, там прописаны стратегии на тысячи лет. Мы не можем заглянуть, как Булгаков говорил, даже в завтрашний день с вами. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, нужно понять, что ты завтра передашь людям. Или, простите за выражение, так сказать, нерадийный геморрой, который все хорошо понимают, в виде пяти жирафов. А вы знаете, как жирафы сейчас называют? Вот там знаменитая жирафа. Называется, значит... Еще какое-то нерадийное слово? Нет, нет, это хорошее слово. Там прекрасная скульптура, посвященная пяти кировским губернаторам. По именам. Пяти, да, заканчивая с Игорем Васильевым, дай Бог ему здоровья. Но, когда пришли авторы этой скульптуры и сказали, что нужна реконструкция, они выставили счет 88 тысяч рублей. Чтобы покрасить и отремонтировать. Чтобы покрасить и отремонтировать этих жирафов. Потому что жирафы-то сохранятся? Сохранятся. Вот это вопрос. Они как минимум в таком виде сохранятся. И как, слава богу, что Дмитрий Михайлович вовремя подошел к ситуации со второй частью освещения парка. Освещение парка это замечательная вещь, но когда мы посмотрели, значит, карту техзадания, то все эти пять жирафов смотрели на, значит, площадку песочник, в которой нет песка. Кстати, мы его завезем. И посередине стоял фонарный столб. Вы знаете, когда представители власти смотрят на фонарный столб... Это к тому, что вот так ко всему относятся. Вроде конкурс провели, А когда посмотрели, как размещены... Нет, конечно, жираф большой ему видней, но хочу вам сказать, что все эти булыжники, оружие пролетариата и фонарные столбы, это не наш путь. Наш путь другой вятки. Созидай и делись. Что мы и делаем. Я вынуждена прервать нас буквально на полторы минуты, реклама, и потом продолжим. Возвращаемся в эфир. Дмитрий Русских, Руслан Мамедов, Валентина Иванова в нашей студии. Говорим про парк Аполло. Продолжаем наш разговор. Я просто в перерыве просила наших гостей ответить на несколько вопросов. Первое, это все-таки перспективы тех строений, тех сооружений, которые сейчас в полуразрушенном таком виде находятся на территории парка. В полуразрушенном виде. Валентина Павловна уже сказала, что там павильон надо обследовать, понять, что оставлять, что сносить. А что будет дальше? То есть вот условно снесут, и мы говорим про какие-то детские кружки, которые там работали в советское время. Там будут что-то восстанавливать в том же виде. Я понимаю, что от средств финансовых зависит многое. Потом история с детским городком, с остатками детского городка. Башенки, которые на входе встречают всех людей, башенки останутся. В этих башенках, наверное... Они отреставрированы. У каждого кировчанина, наверное... У меня так вот точно есть фотография в этих башенках со мной, который год или два. Это на самом деле грустно, потому что это такая, знаете, локация для фото такая, знаете, на безрыбе и рак рыбы, честно говоря. Но это было в советское время, это действительно... Они выглядели тогда отлично, эти башенки. Они были бомбически, потому что это было очень давно, и это тогда было современно, это было очень красиво. Это было 50 лет назад. Ой, Руслан, ну что вы. Нет, это было попозже немножко. Ну, смотрите, главное, что мы же вот сегодня говорим о чем? В принципе, то, что мы сейчас обсуждаем, и то, что мы делаем все вместе, мы не являемся глобальными собственниками этого здания. Мы пытаемся... Объекта, да. Все-таки, еще раз говорю, это государственный объект. Мы хотим привлечь к нему внимание, для того, чтобы мы вот, как жители города, мы хотим его эстетически сделать чистым, красивым, все погладить, как говорится, все почистить, и в данном случае уже дать возможность городу определиться вместе с жителями, как они видят в будущем этот парк. Когда вот тут в ходу мы зашли, и сразу было предписание срезать 30 деревьев, да, потому что они аварийные, значит, прибежали некоторые соседи и говорят, что вы творите, мы сейчас будем звонить в прокуратуру. Я единственное, что сказал, что, ну, во-первых, мы там ответственно вам говорим, что мы не собираемся тут строить коттеджи, как рядом через забор там, да. Мы просто считаем, что дети должны находиться в безопасном месте. Если сегодня в связи с сильным ветром, что в последнее время часто бывает, начнут эти деревья все 30 падать, я думаю, что это никому не понравится. И надо набраться терпения, и все-таки это требует аварийной вырубки. Точно так же, как и санитарной. Значит, дальше. Глобально мы ничего изменить не можем, потому что, во-первых, мы не имеем на это право, во-вторых, у нас нет таких бюджетов. И целей таких нет. И целей нет, да. Мы хотим просто сделать приятное, чистое, в нашем понимании место в центре. Ухоженное. Ухоженное. С чего мы иначе. Показать, что, в принципе, можно с небольшими деньгами, с большим желанием и с любовью даже сделать самим эти парки, показывая пример, в первую очередь, городской администрации. Дмитрий Михайлович, расскажи, пожалуйста, как покрасили мы заборы, и что в ближайшее время с башенками вот этими? Да, башенки мы тоже все реставрируем. На входной группе. Да, у нас там есть одностроительная компания, спасибо ей, она согласилась их реставрировать. Мы можем назвать, если они не против. Ну, потому что люди должны, знаете. Я не спрашивал, значит. Да, я поняла, ладно. Я вам хочу сказать, что это... Давайте они сделают, и мы их... Да, мы скажем. Хорошо. Хочу обратить внимание, что все наши помощники почему-то люди из малого и среднего бизнеса. Ни одна крупнейшая компания или олигархическая, как я их называю. Или депутат. Да. Никто не изъявил желания на самом деле помогать. Все это делается благодаря нашему несчастному, малому и среднему бизнесу и обычным... То есть это наши соседи, грубо говоря. Наши соседи, это люди, которые на самом деле гуляют в этом парке, которые там выросли сами, дети у них туда ходили, много их уже внуки туда начинают ходить. То это чисто такое... Неравнодушное. Это любовь к городу и желание что-то изменить. Значит, как там будет дальше с этим парком? Давайте будем вместе все в этом участвовать и заставлять городские власти, которые, в общем-то, на мой взгляд, иногда проявляют какое-то желание, только не знают, как это сделать. Все-таки сделать план развития всех парков в городе Киеве, и в том числе парков Аполлова. Ну, вот смотрите, у Виатгау... Башенки-то? Башенки. Башенки все будут, вы не переживаете. А башенки отреставрированы будут покрашены в белый цвет. Вы лестницы там убрали, говорят, да? Которые вот по лестникам, по которым можно было туда детям забраться, убрали. Ну, там не было как таковых лестниц, там все развалилось. Камушки там были. Так давайте мы будем говорить, что это, во-первых, небезопасно, это некрасиво, это неэстетически, и, в общем-то, в данном случае там лестинок как таковых уже не было. То мы сейчас пока вот убрали эти лестинки, потому что они опасны, и в данном случае сейчас, когда вот эти башенки будут отреставрированы, они будут все побелены, покрашены... А мы еще посмотрим, потому что лестницы сделать несложно. Да, посмотрим, лестницы сделаем из этих же деревяшечек, это будет гораздо симпатичнее. В Виатгу, да, был у них интересный опыт по поводу проектов вот этого квартала, который... Университетский квартал. Бросили они там кличи и принимали участие в разработке и ребята их, дизайнеры, студенты, кто-то там из гаража, знаю, подключался, и, в принципе, что-то они там соорудили, участвовали в каком-то конкурсе, да, то есть какие-то работы там будут проводиться. А где? Университетский квартал на Ломоносово, вот там, где вузовские общежития и корпусы. Корпус старого педуниверситета, вот эта территория. Что-то подобное, возможно, тоже сделать. Я могу прокомментировать, если позволите. Знаете, нужно очень с большой бережностью, вот чем отличается наша группа, я хочу заверить всех, кто слушает, и всех, кто волнуется, я вас уверяю, нам достанет и такта, и деликатности, и любви к своему городу, чтобы не навредить, как вот написал мною уважаемый Макс Копылов, главное не навредить. Пока еще никому мы не навредили, мы ведем обратную связь с людьми, и нам очень важно, чтобы это место сохранило культурные коды. Понимаете, у нас как часто очень бывает, люди говорят, давайте сделаем проект, давайте, и дальше говорят, а давайте дадим это второкурсникам Вятского государственного университета, у них все равно диплом. Нет, нет, у них там был очень большой опрос, то есть в нем можно было, я лично, я в нем принимала участие, хотя я уже... Нет, не-не-не, по возрасту территории, потому что такие опросы можно проводить не только... Да, я просто, значит, я просто, знаете, тут надо сохранить очень важную грань между вот этой квазидемократией, потому что, поверьте мне, люди в большинстве своем, кировчане, да простят меня они, это, безусловно, потребители, они все хотят, они хотят находиться в хорошем месте, они хотят, чтобы для них была хорошая власть, хорошие квартиры, хорошие дома, хорошие дороги и так далее, но мы сейчас как раз говорим и весь пафос нашего сегодняшней встречи о том, что не все готовы в этом участвовать конструктивно, да, поэтому, вот знаете... Потому что первую очередь власть не готова к... Да, нужно, мы хотим, мы считаем, что наш совет, он такой экспертный, потому что туда входит Анатолий Курбатов, туда входит Антон Касанов, мы делаем это достаточно медленно, пошагово, мы не торопимся, хотя мы себе выставляли срок 1 июня, но мы же не в Советском Союзе, знаете, там, к 1 июня взять город Минск. Пятилетку в 4 года. Да, я хочу что сказать, дело в том, что мы очень бережно и ответственно относимся к культурным кодам, если вы понимаете, о чем я говорю, этого места. Если на сегодняшний день дать студенту второго курса или студентам самовыразиться, вы понимаете, молодежь, не зная предыстории, не живя с этим парком много лет, не изучая ее исторические ценности, да, и контекст этого парка. Могут что-то проморгать просто. Конечно, они могут нарисовать все, что угодно, понимаете, там летающие тарелки, там космический центр, там еще один, да, все, что угодно, понимаете, да, там, ети поставить. Это все будет очень привлекательно и красиво, но, во-первых, чтобы это реализовать, давайте скажем честно, нужны деньги, я не верю ни в деньги, ни в политическую волю в следующие 10 лет в нашей стране, и в Кирове в частности. Поэтому наша группа взяла и сделала все просто. Еще раз повторяю, мы закатали рукава, товарищи, и начали отдельную пять земли в городе, кусок просто наводить. Примират. Можно я скажу, процитирую, элементарный порядок. Потому что мне не нравится, это в 2016 году на выборы шел наш действующий губернатор. Такие порядка мы не увидели, правда. Так, все-таки вот возвращаясь там, да, к павильонам и к тем планам, которые, ну, изначально там, да, озвучивались по работе кружков, да, если это все-таки детский там и подростковый парк, их сооружение после того, как будут проведены там исследовательские какие-то работы, это вот сооружение их, это задача вашей группы или вы все-таки будете город подключать? Администрация города. Майского района, она обязана провести инвентаризацию этих строений, что они из себя представляют, что надо оставить, что нельзя. А потом, если они на самом деле в непригодном состоянии, они на самом деле в непригодном, давайте вот мы там потом и будем думать дальше. И давайте мы будем закладывать, вы поймите, вот мы говорим парки-парки, в бюджете города не заложено ни одного рубля на вот на наши парки, в данном случае вот этого парка. Какие могут быть разговоры? Так давайте дальше, ведь планируется сейчас закладываться бюджет будущего года, уже закладывать, и постихоньку привлекая и малый бизнес, привлекая кировчан к добровольным пожертвованиям, да, мы можем что-то сделать, понимаете, тогда и увидим. Ну, с терруправлением уже как-то работали? Девочки, вы не забывайте, вот знаете о чем, я поработал все-таки и в государственном учреждении, и юридическую академию не случайно закончил, я был нудный, а теперь говорят, что еще и ученый нудный. Я вам хочу сказать, из ничего ничего не рождается, понимаете, вот кружки просто так, там судомоделирование не произойдут. Ну, естественно, если нет задачи поставлены. А если мы сегодня с чего начали, мы просто, извините, опять-таки вятское такое выражение, может быть, вы слышали, плеш переели нашим партнерам в территориальном управлении и в городской администрации по одному вопросу, товарищи, давайте создадим паспорт объекта. Знаете, как древние латиняне называли? АПОВА. Его нет, что ли? Вот на сегодняшний день мы хотим, вот знаете, чтобы была папка, в которой были указаны там магистрали водоотведения. Магистрали электрические, там все делается хозспособом. Поверьте мне, почему на сегодняшний день, когда ККС начали строить по программе ППМИ, чтобы вы понимали, ККС вложила очень малую часть во все эти благоустройства. Все было протянуто через программу ППМИ, которая в этом и в следующем году ее отменили. Потому что денег нет. Потому что денег нет. Знаете, как все делалось? Отащите-ка вот давайте от этого столба до туда. Вырывались прямо по газонам, значит, траншеи, протягивался этот, значит, кабель. Я вам могу сказать, если вы придете, увидите, что половина кабелей прямо торчит на улице. Эти траншеи, они не закапывались, и таким образом все, что мы понимаем о газоне, это не газон. Это, знаете, как эти высоты какие-то там у нас есть, раскопщики, которые поднимают солдат, какие-то волохские. Поисковики. Да, поисковики. Это вот какие-то высоты вот эти, понимаете, изрытые траншеями. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что... Господи, мысль потерял, но вы поняли, о чем речь. Все очень понятно. Да, давайте не будем заглядывать вперед. Вот Валентина Павловна, она очень мудрый человек, и как бы она права. Давайте мы сначала одно сделаем. Давайте создадим вот какой-то вот этот порядок. Дима, когда в свое время мы с ним общались, я сказал, что я жил лично большую часть жизни, там, молодости, в такой хрущевке с мамой и бабушкой. У нас было, знаете, бедненько, но чистенько. Я думаю, что это гораздо честнее, чем накрасить губы, простите меня. Вот именно. И не сменив белье, пусть это гадко будет звучать, но это, на самом деле, к сожалению, так и есть. Я бы еще, знаете, что хотел добавить? Вот мы вчера с Валентиной Павловной в день 1 июня вспоминали там вообще советский период, ну, просто мы там выросли, да, и был очень хороший лозунг «Все лучшее детям». Да, вот, к сожалению, мы от этого вообще очень далеко ушли. Потому что если мы говорим о том, что этот лозунг должен стоять во главе угла, то мы должны все лучшее делать детям. Лучшие парки, лучшие школы, лучшие детские сады, лучшее питание, бесплатное питание, как было даже в наше время, мы там кефиром и ацидофилином молоком в школах всех поили, да, то вот пока не будет этот лозунг снова возведен именно в тот формат, который мы все понимаем, и, конечно, ничего не будет. В абсолютную ценность, стратегию страны. Вот мы сейчас много говорим о Конституции, да, вот эти вещи мы как-то вообще упускаем, потому что, на самом деле, мы сегодня все прекрасно уже прожили довольно-таки большой период времени, много что видели, и, конечно, я вижу, как бы, я хотел видеть этот парк, потому что это место сбора детей, родителей, там может однозначно работать дополнительное образование, современное здание, значит, там можно его раскручивать вообще в то место, где конкретно будут собираться очень большое количество детей, там будет безопасно, там будет качественно, потому что там нет дорог, там, да. На самом деле, жизнь у парка очень может быть большая, интересная. Да, и мы видим, как эти здания меняются на стеклянные здания, да, вот как мы видим это в развитых странах нормальных, где все-таки дети на первом месте, значит. А пока мы имеем то, что мы сегодня, к сожалению, имеем, и пока вот этот лозунг не войдет в основу деятельности любой городской или областной власти, да, ничего мы с вами сделать, к сожалению, не сможем. Сергей Михалков сказал, сегодня дети, завтра народ. Да, бюджет не у нас, бюджет у них, и городской, и областной. И для них это основная задача, чтобы эти дети жили в комфортном, красивом городе и отсюда не уезжали, потому что от этого зависит будущее экономическое. И парк может быть культурным, образовательным центром для детей, начиная с раннего возраста, если мы приложим вот все руки и вот сделаем. 30 секунд у нас осталось, можно я последний вопрос задам, вот этот паспорт, его можно без конкурсных процедур сделать и обернуться вот одним годом, одним летом? Да, конечно, можно, конечно, можно, это обычная открытая история. Вот я думаю, что в ближайшее время к вам придет новый глава администрации, вы ему сразу задайте кучу вопросов. Это вопросы эксплуатационно-хозяйственные, они должны быть просто. Я честно вам скажу, что последнее, вот я очень сильно переживаю, что в 16-м году мы потеряли крымский лагерь. Вот мы с Валентиной Павловной, который для детей Кирова мы бились за него полтора года и запустили, и потом его бездарно потеряли при наведении элементарного порядка, этот лагерь просто выкинули и сказали, что это роскошь для кировских детей. А Валентина Павловна видела, какие дети оттуда приехали за две смены. Замотивированные, да. Прошу прощения. Всем хорошего дня. Приходите в наш парк. До свидания. Валентина Ивановна, Руслан Мамедов, Дмитрий Русских. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...